В Айкопе полицейские расследовали уголовное дело, которое было возбуждено в отношении мужчины, подозреваемого в грубом нарушении правил дорожного движения. От действий нетрезвого водителя пострадали двое подростков. Дорожно-транспортное происшествие произошло в конце января текущего года на улице Хакураты в республиканском центре. В ходе выезда на место происшествия установлено, что водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил столкновение с пешеходами, стоявшими на краю проезжей части, после чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «Газель». Водительский стаж 25-летнего жителя Краснодарского края не превышает года. За это время он уже привлекался к ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, нарушение линии разметки и норм светопропускаемости стекол. В результате дорожно-транспортного происшествия двое несовершеннолетних подростков получили травмы, после чего были госпитализированы. В настоящее время уголовное дело направлено в Майкопский городской суд. В Кашхабльском районе оглашен приговор жителю Краснодарского края. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим тяжкие последствия. Тогда в аварии с участием трех автомобилей погибли четыре человека. ДТП произошло на территории Кашхабльского района летом прошлого года. Эксперты-криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия, что позволило следователям восстановить хронологию событий. Водитель автомобиля ВАЗ «Лада Приора», двигаясь в направлении автодороги М29 «Кавказ», выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности своего маневра. Однако на полосе встречного движения, увидев транспортное средство, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который двигался во встречном направлении, начал маневр по возвращению на полосу своего движения. Однако в связи с тем, что он двигался на скорости превышающей 100 км в час, не успел остановить свое транспортное средство и допустил столкновение с автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Все четверо погибших, так же как и виновник ДТП, проживали на территории Краснодарского края. В ходе сессии был проведен ряд автотехнических экспертиз, а сам водитель дал признательные показания. Обвиняемое лицо, значит, признано виновным, приговорено к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Полиция Тахтамукайского района завершила расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Следствие собрало неопровержимые доказательства её причастности к совершению мошеннических действий в отношении пожилого человека. С заявлением о хищении денежных средств в органы внутренних дел обратился 72-летний житель Тахтамукайского района. Пенсионер рассказал, что несколько месяцев назад был вынужден обратиться за помощью к своей соседке, которая занималась оказанием юридических услуг. Был составлен договор об оказании юридических услуг и впоследствии он передал право представления своих интересов в суде этой, своей знакомой. После чего ему было предъявлено судебное определение о том, что гражданское дело уже производством окончено и все его исковые требования выполнены в полном объёме. После чего в соответствии с договором об оказании юридических услуг им были перечислены денежные средства в сумме 60 тысяч рублей указанной женщине. Факт обмана вскрылся, когда по месту жительства пенсионера нагрянули представители регионального управления службы судебных приставов. Потерпевший представил гостям имевшееся на руках постановление, однако стражи порядка объяснили ему, что это подделка. Первоначально подозреваемая категорически отрицала свою вину. Она была уверена, что доказать её причастность к преступлению полицейские не смогут. Однако предприимчивая мошенница опустила несколько важных моментов. Обвиняемая, да, действительно она удалила со своего компьютера все файлы, которые использовались для изготовления поддельного решения суда. Да, но нашим экспертам, как раз по линии компьютерных экспертистов нашего МВД Республики Адыгея удалось восстановить на жестком диске этой информации. В последствии мошенница рассказала, что делом своего клиента реально не занималась. И чтобы оправдать полученные в качестве оплаты услуг деньги, просто подделала судебное решение. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По инициативе сотрудников госавтоинспекции Адыгея в Майкопе проведена профилактическая акция для пешеходов. Помимо полицейских и горожан, активное участие в ней приняли представители общественного совета при Республиканском МВД и учащиеся одного из колледжей Майкопа. На нескольких перекрестках с интенсивным движением инспекторы ГИБДД и их помощники напоминали водителям и пешеходам основные правила безопасного поведения на дороге. Креативность мероприятию придавали ростовая фигура зебры, яркие жилеты участников и агитационные плакаты, изготовленные студентами. Несмотря на масштабную профилактическую работу с пешеходами, избежать ДТП с их участием, к сожалению, не удается. Не стал исключением и 2016 год. На территории Республики Адыгея за два месяца текущего года зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 11 человек и 77 пострадали. Из общего числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов зарегистрировано 21 ДТП. Организаторы и участники мероприятия также обратили внимание родителей на то, что именно они формируют первые навыки поведения несовершеннолетних на улицах. Поспешив, не увидев запрещающий свет светофора, человек бежит, а и мамочка с ребенком, и может случается беда. Для того, чтобы этого не было, мы хотим достучаться, докричаться до тех родителей, которые сами нарушают правила поведения на пешеходном перекрестке, еще рядом со своими детьми идут. Дополнением к этим призывам соблюдения ПДД стали специально подготовленные памятки и светоотражающие элементы. Министр внутренних дел по Адыгеи генерал-майор полиции Александр Ричицкий выступил с отчетным докладом о состоянии правопорядка в республике в 2015 году на заседании Государственного совета Хассы. Он отметил, что оперативная обстановка в республике остается стабильной и под контролем правоохранительных органов. Мы сохранили контроль состояния оперативной обстановки на территории республики, при этом совершенствовое взаимодействие с органами власти, депутатским корпусом и правоохранительными органами и силовыми структурами. В течение 2015 года на территории республики зарегистрировал незначительный рост преступлений в 22,6%. Это практически 5 тысяч преступных деятелей, из которых 1 тысяча тяжких, особо тяжких составов преступлений. При этом необходимо сказать, что уровень преступности из расчета на 10 тысяч населения составляет 109,9 преступлений, то существенно ниже, чем среднероссийский показатель и показатель южно-федерального облака. Со слов 86-летнего жителя Гегинского района, незнакомая женщина под предлогом попить воды пришла в его квартиру. Когда он отвлекся, гости незаметно похитила из кошелька 8 тысяч рублей. А в Токтамкайском районе мошенничество было совершено в отношении 89-летней местной жительницы, обманом потерпевшей за умышленница похитила 60 тысяч рублей.